Итак, затмение. На самом деле движение Луны изучим, поскольку с ней связаны и лунные, и солнечные затмения. Луна движется почти в плоскости эклиптики, но не совсем. Ее плоскость орбиты чуть-чуть наклонена к плоскости орбиты Земли. Но это чуть-чуть не такое маленькое, 5 с небольшим градусом. А видимый размер Луны... Кто помнит? 30 минут, полградуса. То есть это достаточно много по сравнению с собственным размером Луны. Орбита Луны – страшно сложная вещь. Есть теория движения Луны. В начале 20 века она написана, потихонечку усложняется, улучшается. Теория – это на самом деле не теория, а некий мнемонический метод вычисления положения Луны на небе. У небесных механиков это называется теория. Но там теоретического ничего нет. Там просто многочлен, в котором сначала идут члены более или менее понятные, ну, притяжение Земли и Луны, притяжение Луны и Солнца, а потом идут совершенно непонятные никому, но позволяющие сделать точный расчет членов. Так вот это уравнение занимает книгу вот такой вот толщины, вот такой вот, сотни страниц. Просто уравнение, уравнение членов, членов, их там тысячи слагаемых, которые довольно точно описывают движение Луны, но мы его постоянно уточняем. Почему? Потому что Земля не шар, а еще на Луну действует Солнце, а еще все планеты, ну, в основном Юпитер и Сатурн, конечно, ну и остальные, Венера, кстати, довольно сильно действует. И, в общем, посмотрите, как наклон орбиты, наклонение, точнее, орбиты гуляет к эклиптике. Вот тут написано 5 с небольшим, так вот это небольшое, оно туда-сюда гуляет. Узлы. Так, что такое узлы орбиты? Громче, 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 чтобы вон там слышно было. Места пересечения, если смотреть Земли, видимые, видимые бутилоны с эклиптикой. Правильно, да. Плоскости лунной орбиты с плоскостью эклиптики. Это линия узлов, но в одном направлении один узел, в другом направлении. И они тоже гуляют довольно быстро, за 18,5 лет делают оборот полный по плоскости эклиптики. И перигей, понятно, что такое ближайшая точка. И она тоже гуляет в плоскости орбиты Луны. То есть эллипс лунной орбиты крутится, плоскость орбиты крутится, и довольно короткое время все это занимает. Поэтому прогноз движения Луны очень непростая вещь. Ну, а собственное вращение Луны тоже происходит странно. К плоскости орбиты довольно сильно наклонен экватор. А почему-то к плоскости эклиптики намного меньше. А для Луны плоскость эклиптики вроде как не важна. Это же плоскость земного движения вокруг Солнца. А оказывается важна. И ее вращение почти перпендикулярно к плоскости эклиптики происходит. В общем, все это. Да, это в основном под влиянием Солнца складывается. Ну, и сложность формы Земли, экваториальное вздутие Земли, оно все-таки там на расстоянии 60 земных радиусов от нашей планеты еще чувствуется. И Луна движется не совсем под влиянием притяжения к центру Земли, а еще и чувствует неоднородность земной поверхности. Перигей-апогей. Ну, так если рядом поставить эти две фотографии, то легко заметить. Да, в апогее поменьше угловой размер, в перигее побольше. Но если не рядом, то на глаз даже опытный человек, наверное, не отличит. Просто глядя на Луну ночью, в апогее она или в перигее, по-моему, я бы не отличил, например. Очень небольшой эксцентриситет лунной орбиты. Но это вызывает движение по эллипсу, вызывает все-таки видимые изменения ориентации Луны относительно земного наблюдателя. Я думаю, мы говорили об этом. Да, понятно почему. Скорость вращения вокруг оси постоянно, а вокруг Земли переменно. Здесь она немножечко замедляется в апогее, тут она идет быстрее, с большей скоростью. Пролетела с большей скоростью, и мы заглянули за один горизонт. Тут немножко замедлилось, и мы заглянули за другой, за западный, а тут за восточный горизонт. И вот это все в видимой картинке лунного полушария довольно четко проявляется. А либрации по широте, почему мы видим? Северный и Южный полюс, кто помнит? По долготе мы уже выяснили, да, это форма орбиты лунной. А по широте, ясно же видно, что сейчас Северный полюс к нам наклонился, а вот сейчас Южный выехал, да? Потом опять Северный. В чем причина? Из-за чего? Нет, конечно. Так, а это картинка. А, это без фаз, вот тут лучше видно, да? Вот тут лучше видно. Вот смотрите на этот кратер, как его зовут? Вот имя этого кратера Тихо, в смысле Тихо, имя. А был такой астроном, да? И точно видно, что по широте он гуляет. Ну и полярные области видно хорошо. Вот в чем причина. Наклон оси вращения Луны к плоскости лунной орбиты. Полмесяца мы видим северную часть, ну, область Северного полюса, а полмесяца, две недели видим Южный. Параллакс тут ни при чем. Мне казалось, это довольно просто. Хорошо. Ну, две таких крайних фотографии. Посмотрите, как тихо бегает по широте. Довольно сильный эффект, ну, 6 градусов, 6,5 градусов наклона лунной оси. А он тоже меняется, но не очень сильно, на 20 минут угловых. Так что это для профессионалов важно, а так просто для публики это почти незаметно. Затмения. Лунные и солнечные. И те, и другие были очень важны. Сейчас к ним отношения меняются, они уже скорее для любителей астрономии интересны. И кое-что еще осталось для науки там важным. А раньше это были уникальные события, которые с жадностью ожидали астрономы и мчались туда, где они происходят. Ну, лунные затмения обычно легко наблюдать. С полушария Земли ночного всегда видны лунные. А солнечные очень сложно. Тень Луны очень маленькая, и бог знает, в какие странные области земного шара попадает. Вот обратите внимание на эти четыре фотографии. Я их не зря тут разместил. Это одно и то же затмение, но сфотографировано с разными экспозициями, с разными выдержками. Маленькая экспозиция показывает солнечную корону вблизи диска лунного, ну и солнечного, который спрятался за лунным, самую яркую часть солнечной короны. Делаем больше экспозицию, видим более протяженные, но менее яркие части. И дальше, и дальше. Почему бы вот так всегда не снимать? А дело в том, что тогда у нас страшный пересвет получается вот в этих областях, и никакой структуры, вот тут структура видна, видна, а тут ее не видно, потому что и пленка, и ПЗС-матрица, любой приемник света, и глаз человеческий, он не имеет широкого динамического диапазона. То есть не способен одновременно и яркое видеть, и слабосветящееся. Яркое нас ослепляет, а слабый свет мы просто не видим. И точно так же любая фотокамера, электронная, с химическими фотопластинками. Поэтому раньше приходилось делать, делать, делать в течение 5-минутного затмения серию фотографий, и потом последовательно их изучать. Позже покажу, как сегодня это преобразилось. Совсем другая история. Ну, как выглядит затмение? Вы знаете, да, лунный диск наползает на солнечный. Наиболее продвинутые сайты, касающиеся затмений Луны и Солнца, вы найдете по фамилии Эспинак. Это американский астроном. Наберите Эспинак, и там и прошлое, и будущее, и все обстоятельства всех затмений. Это самый крутой исследователь затмений. И расчеты все он делает хорошо, и наблюдения. И, в общем, в сети, пожалуй, ничего лучшего, чем у него, не найдешь. А вот скажите мне, вот эта серия фотографий сделана так, как в телескоп было бы видно? Или глазом? Ну, телескоп же переворачивает изображение, да? Вот так бы мы увидели затмение. Глядя невооруженным, ну или там через фильтр, конечно. Глазом? Или перевернутая в телескоп? С какого края Луна наползает на солнечный диск? Ну, вот с дата, ну а как и низ? Чего-чего? Задавая. Ну, не знаю. Давайте проголосуем. Глазом, да? Кто за то, что это вид невооруженным глазом? Ну, невооруженным телескопом. Так, раз, два, три. Все остальные против? А, остальные воздержались. Ну, Солнце на фоне звезд движется с запада на восток или с востока на запад? На фоне звезд. Не на фоне земной поверхности. На фоне земной поверхности все восходит на восток и уходит на запад. А на фоне звездного неба Солнце куда движется? С запада на восток. А Луна? Тоже. Тоже. А кто быстрее? Луна за один месяц, а Солнце за год. Значит, Луна догоняет солнечный диск, двигаясь с запада на восток. Но мы только что это произнесли. Мы говорим о движении, о видимом движении спокойно. Я просто спрашиваю. Хорошо. Так что это ситуация, которую мы наблюдали бы глазом. Мы смотрим на юг, потому что Солнце у нас в северном полушарии всегда на юге. Запад справа, восток слева. И Луна с запада на восток закрывает солнечный диск. Между прочим, это элементарный тест, который у меня даже студенты психфака проходят, чтобы сдать зачет по астрономии. Психфака. Не физического факультета астрономического отделения, а психфака. Понимаете, да? Поехали дальше. Раскочили. Итак, мы привыкли все это называть затмениями, но у астрономов есть три разных термина, которые касаются совмещения двух объектов на луче зрения. Если большой закрывает с собой какой-то маленький объект, например, диск Луны наползает на звезду, мы это называем покрытием. Accultation по-английски покрытие. Ну, покрывает с собой маленький. Если маленький объект на фоне диска большого проходит, это прохождение. Тут надо быть внимательным. По-английски transit. И журналисты, и люди далекие от науки часто переводят это как транзит. Ну, если вам нравится слово транзит, можете, конечно, использовать его, но все-таки в профессиональном языке, и в учебниках, и в справочниках это называется прохождение. Давайте говорить так, как принято в науке. А транзитные только поезда бывают, которые через станцию проходят. Ну, а затмение — это, как правило, диски сравнимых размеров. Солнечный с лунным. Вот это затмение. Лунный с солнечным и так далее. Итак, затмение, покрытие, прохождение. И тогда сразу ясны обстоятельства, что перед чем, как проходит. Затмение Луны. Ну, самая элементарная вещь, потому что тень Земли большая, Луна в тень попадает и довольно долго в ней путешествует. И что самое приятное, если Луна попала в тень Земли, то любой человек на ночном полушарии планеты, если небо ясное, может это явление наблюдать. Поэтому затмение Луны наблюдали, да, наверное, все наблюдали, да? Кто не видел затмение Луны? Никогда. Я очень не хочу остановиться. Не, ну просто ночью не надо спать. Ты еще не в этом делал, мне очень не видел. Ты не видел? Фантастика. Ну ладно, хорошо. Я надеюсь, увидите когда-нибудь. А затмение Солнца намного, намного сложнее наблюдать, потому что тень Луны с трудом дотягивается до земной поверхности. Как-то очень быстро вы студентами становитесь. Какая-то строгость еще школьная, что ли, должна останавливать вас от болтовни, нет? Там линейкой вас не били никогда, нет? Нет, не били? Вот я чувствую, что не били. Ну ладно. Лунная тень с трудом дотягивается до Земли. Иногда не дотягивается. Это в ситуации, когда Луна в апогее, то есть сравнительно далеко от Земли, а тень падает куда-нибудь в район полюсов. Экватор-то ближе к Луне, а полюса-то дальше от Луны. И тогда тень может и не дотянуться. Но, как правило, дотягивается. Ну, примерно в половине случаев дотягивается до Земли. Но очень маленький пятачок на Земле покрывается полной лунной тенью. Полной. То есть, находясь тут, человек не видит солнечный диск. Он полностью закрыт Луной. А может видеть только часть лунного диска, а другая часть закрыта Луной. Тогда мы называем это полутенью. Но эта область, конечно, огромная. Тысяча километров. А размер лунной тени очень маленький. Ну, в среднем где-то 250-280 километров. И такая полосочка пробегает по Земле, когда Луна идет по орбите. Вообще затмение очень удобное для исследования явление. Не только солнечное и лунное. Вот что это такое сейчас? Это затмение Солнца. Чем? Сатурном. Затмение Солнца Сатурном. И смотрите сразу, сколько интересного мы видим. Так Сатурн виден в нормальном с Земли изображении. Когда Солнце у нас за спиной, Сатурн полностью освещен, кольцо освещено. А так мы его видим с ночной стороны, когда аппарат космический залетел. Солнце где-то там за диском спряталось. Насколько больше интересных деталей сразу высвечивается в этом случае. Вот я совместил эти два изображения, масштаб сделал одинаковый. И специально показал вот эти два места. Край широкого, наиболее яркого кольца. Смотрите, тут оно яркое, а тут самое темное. Тут вообще ничего нет. Мы были долго уверены, что кольцо кончается, и там дальше пустота. Ничего подобного, там не пустота. А почему в этом положении мы ничего не видим, а глядя с ночной стороны, видим, что там вещество летает? Погоди, погоди, погоди. Кто мне вот? Вот давайте вы. Очень тонкий слой пыли. Тонкий слой пыли. Тонкий слой? Ну, это неполный ответ. Неполный ответ. Может, оно плохо отражает? Да, конечно. Оно плохо отражает, верно. Здесь мы видим отраженный свет, а здесь рассеянный, проходящий сквозь. Так вот, у мелких частиц, размер которых сравним с длиной волны света, есть такое свойство. Они практически не отражают падающий на них свет, а просто немножко меняют ему направление. Дифракция происходит, лучи света немножечко расходятся. И здесь мы видим рассеянный свет. Но также точно вспомните, солнечный день, у вас закрыты занавеси, какая-нибудь щелка, и оттуда солнечный лучик в комнату входит. Если вы посмотрите в направлении луча, увидите, как пылинки там летают. Видели? Наверняка. А если посмотрите вдоль луча, пылинки пропадают. Они не отражают свет обратно, они его рассеивают немножко, меняют ему направление. Вот это сразу говорит о том, что здесь есть вещество, но оно очень мелкое, ну пыль, мелкая пыль. А тут наоборот крупные камни, которые прекрасно отражают свет, и все, они отразили его, ничего не прошло сквозь. Но это кольцо мы вообще раньше не замечали. Так что солнечные затмения не только в этом случае, вообще всегда крайне полезная вещь. Вот так мы уже сегодня можем наблюдать корону, и это гораздо, гораздо, гораздо интереснее, чем старые фотографии. Посмотрите, какие детали видны. Причем видны и вблизи диска, и довольно далеко, ну на расстоянии примерно, ну по крайней мере радиуса Солнца, да? В чем же дело, как это удалось сделать? А это сложная работа, и раньше она не была доступна астрономам. А теперь она доступна даже любителям. Вот тут перечислены фамилии ребят, в основном они любители астрономии, а Саша Юферев, главный в этой компании, наш выпускник, он в Сибири живет, в сибирской деревне, в маленьком домике. И он профессионал высокого класса. Ну у нас все, кто дожил до окончания университета, профессионалами становятся высокого класса. Видите, какая тонкая структура короны. Такого не снилось в 20 веке даже профессиональным астрономам. А теперь вот, ну тут один, скажем, профессионал, остальные любители, но они какой-то год, 2006, да? Да, 2006 в Турции были и замечательно сняли. Но это много-много экспозиций с разной длительностью сделаны, а потом они сложены так, что это все выровнялось, и слабо светящиеся, и ярко светящиеся детали видны. А вот смотрите, как движется лунный диск. Чувствуете? Разница в снимках примерно одна минута, ну где-то полторы минуты. Вот мы видим, как диск перемещается. Тут чуть-чуть осталась солнечная фотосфера, но вот она немножечко вылезла, да куда-то. А тут вот она, вот здесь. Это, можно сказать, вот вся продолжительность главной фазы солнечного затмения, когда полная тень на вас ложится, вот между этими двумя кадрами видна. Тут протуберанцы, а это, собственно, корона. Видите, как магнитное поле себя проявляет? Южная часть, северная часть, щеточка, это экватор солнечный. Корона очень важная вещь, и ее изучают только во время затмений, потому что между затмениями солнце нас ослепляет. Вот эти области короны примерно в миллион раз менее яркие, чем диск солнца. А вот эти еще в миллион раз, ну примерно в 100 тысяч, в 200 тысяч раз менее яркие, чем внутренние части короны. Поэтому так сложно одновременно это все сфотографировать. Как неприятно этот свет. Ну ладно. Тень, полутень, мы об этом поговорили. То же самое не только у Луны, но и у Земли. Есть область полной тени и область полутени. То есть Луна сначала попадает в полутень, когда для наблюдателя на Луне лишь часть солнечного диска закрыта, потом в полную тень. Но Земля большая, ее полная тень далеко простирается. Поэтому в этой области лунный шар раза в три меньше, чем поперечник тени. И Луна довольно долго, часа три, идет внутри земной тени. Затмение 13-го года, оно было какое? Полное или неполное? Нет, неполное. На латинском тень амбра, полутень пенамбра. Обычно и астрономы так называют. Так вот, Луна проходила, лишь частично погрузив свой диск в полутень Земли. И вообще не коснувшись тени. Поэтому такое затмение даже глазом обычно не заметишь. Ну, термины. Полное затмение, когда диск Луны полностью скрывается в тени Земли. Частное, заметьте, не частичное, а частное затмение. Какая часть лунного диска касается, ну, проходит через тень Земли. Тоже и солнечных касается. Полное, частное. Ну, и полутеневое затмение, когда Луна только через полутень Земли проходит и даже не касается полной тени. Вот это совершенно неинтересная вещь. Тут даже трудно заметить это явление. А когда полное затмение, ну, тут уж мы его видим довольно отчетливо. 18-й год. Значит, когда? Год тому назад. Да, было скоро два года. Какое было затмение? Полное, конечно. Диск Луны полностью погружался в земную тень. Но, заметьте, это правильно. Вот цвет лунной поверхности довольно точно отражает реальность. Именно так и происходит. Казалось бы, полная тень Земли. То есть формально сюда ни один лучик от Солнца не должен был попасть. Но мы же видим, мы видим лунный диск. Более того, эта часть темнее, а эта светлее. Значит, сюда все-таки просачивается солнечный свет. Сюда слабее, но тоже что-то попадает. Откуда он? Конечно, да. Сквозь земную атмосферу проходит лучик солнечный с трудом. Но все-таки... Так, это кем можно? Формально тень идет туда, а из-за рефракции, из-за преломления света часть солнечного луча все-таки проходит через атмосферу и уходит в область полной тени. И немножко попадает от свет при этом какой? Заметили? Красный. А почему он красный? Ну да, потому что небо у нас голубое. Попадая в атмосферу Земли, голубые лучи рассеиваются, и мы видим голубое небо, а красный проходит почти беспрепятственно, и туда, в область тени попадают, и на Луну немножечко попадает солнечного света. Я говорил, что раньше, до полетов на Луну, вот это явление очень привлекало астрономов. Почему? Смотрите, полдень на Луне, Солнце освещает, уже несколько дней освещает вот эту часть, нагревает ее. До какой температуры днем нагревается лунная поверхность? Кто думает, как? 400? О, нет, не так сильно. Ну, примерно до самых-самых крайних точек, вот на экваторе плюс 130 по Цельсию. Ну, там по Кельвину, да. А, ну, по Кельвину, да, простите, не понял. Попадает полную тень, и примерно на три часа Солнце отключается. Поверхность начинает остывать. Температура потихонечку вот до этого момента падает. Насколько быстро она падает? Если бы Луна была сделана, например, из алюминия, ну, просто вот шар алюминиевый, с высокой теплопроводностью, то, охлаждаясь верхний слой Луны, получал бы тепло снизу. Оно бы подходило в результате хорошей теплопроводности, и Луна практически не потеряла бы температуру наверху. А если бы она была сделана из пемзы, ну, из стекловатой, что-то такое, хороший теплоизолятор, то верхний слой остыл, а тепло снизу не подходит. И мы бы сразу увидели резкое падение температуры верхнего слоя. Вот это был единственный способ узнать, из чего сделана Луна. Точнее говоря, как ее верхний слой организован. Это какое-то плотное вещество с хорошей теплопроводностью, или это очень рыхлое, вот пензообразное такое рыхлое вещество, у которого теплопроводность очень слабая. И так, собственно, и узнали, что Луна покрыта слоем пыли, ну, теперь мы ее называем реголит, там, спекшаяся пыль. И мы это знали еще до полетов туда космонавтов и космических аппаратов, именно изучая охот температуры вот в течение трех часов примерно, когда Луна проходила через полную тень Земли. Это был замечательный астрономический метод предсказать, что там на Луне встретят космонавта и робота, когда туда прилетят. Давайте смотреть, как это в динамике происходит. Полутень практически незаметно снижает яркость Луны, а вот полная тень уже заметна. И потом Луна выходит. Хорошо сделана анимация и очень похожа на правду. Кто не видел лунного затмения, может считать, что уже видели его. Вот прям все точно, как должно быть. Карта видимости затмений. Обычно на сайтах, где прогноз затмения есть, публикуют такую карту, полная развертка земной поверхности и ночная часть, и как ночь перемещается с востока на запад или с запада на восток. Куда ночь перемещается? Куда? Вот это вот ночь, а ночь в зимнее время года. Поэтому в северных высоких широтах ночь вообще не сменяется днем, а в Антарктиде день не сменяется ночью. У нас длинная ночь в наших широтах и короткий день. Но куда движется вот эта вот картинка? Ну, когда мы видим солнце, а это солнце движется в ту же сторону, что ли солнце? Солнце восходит на востоке и идет на запад, и ночная часть земной поверхности тоже движется туда же. И мы можем, зная момент лунного затмения, мы можем сказать, ага, если в этот момент у нас ночь, там на той территории, где мы живем, значит мы увидим, обязательно увидим лунное затмение. Потому что солнце будет под горизонтом, и луна будет у нас наверху. Ну, а если нет, нам не повезло. Значит, половину лунных затмений мы обязательно увидим. Ну, потому что в половине случаев в любой точке Земли бывает ночь. Вот тоже, кстати, Эспинак это снимал, последовательность видов луны во время затмения. Ну, похоже, похоже. Обратите внимание, что диаметр земной тени очевидно намного больше диаметра лунного диска. Древние греки прекрасно этот факт знали и довольно точно могли оценить, во-первых, форму Земли, круг, а во-вторых, размер. Земная тень, конечно, немножко меньше самого земного шара, она же на конус идет, но не намного меньше, там процентов на 25. Поэтому даже вот так, глядя на луну, можно сопоставить диаметр Земли и диаметр луны. Сказать, что он раза в три меньше земного, но так оно и есть, там в три с половиной раза. Так что это полезно было и для древних греков. Вот максимальная фаза затмения. Сюда попадают рассеянные лучи Солнца, прошедшие через земную атмосферу, ну а к центру они уже почти не попадают и градиент довольно большой освещенности. Солнечные затмения. Максимальный размер диаметра лунной тени около 300 километров. 270, бывает 280, но недолго. А полутень накрывает почти весь земной диск, так что во время солнечного затмения у вас есть шанс хотя бы чуть-чуть его увидеть. Но шанс увидеть полное солнечное затмение только у тех, кто попал сюда, в область этого конуса. Обычно вот такие карты, и вы их на сайте Эспинака тоже увидите. Вот написано Эспинак, НАСА. А такая карта сразу позволяет сориентироваться, где пройдет полоса полной тени и в каких областях рядом с ней будет частное затмение. На 90% будет площадь солнечного диска закрыта лунным на 80, на 70 и так далее. Но обычно частные затмения не привлекают внимания. Все равно солнце ослепляет вас, корону не увидите. Конечно, хочется попасть в полосу затмения. Так, кто мне скажет, как бежит по Земле лунная тень с востока на запад или с запада на восток? С востока на запад. Первое мнение? Запад на восток. Второе. А какое правильное? Давайте вспоминать. Луна движется по орбите. Ну и вместе с ней конус тени движется по лунной орбите. Земля вращается вокруг оси. Два движения нам надо сложить. Оба происходят туда, на восток. И Земля так вращается, и Луна так же по орбите. А кто быстрее? Скорость вращения Земли, ну скажем, на экваторе максимальная, полкилометра в секунду. А скорость движения луны по орбите. Один километр в секунду, кто быстрее? Луна. Значит, лунная тень будет двигаться. Ну, наклон лунной орбиты, наклон Земли к эклиптике, все это приводит к тому, что не по экватору движется тень, а Бог знает, как она и так, может и так. Но в целом с запада на восток. Теперь давайте смотреть. Вы задумали экспедицию для наблюдения солнечной короны. Куда бы вы отправились со своим оборудованием, телескопом? Вот, есть возможность выбрать любое место вдоль траектории. Но, надо же еще решить проблему, где установить телескоп, чтобы он не дрожит, чтобы крепко стоял. Значит, океан отменяется. На океане делать нечего. На Средиземном море тоже. Моря исключаются. Суша. А где на суше наиболее перспективное место? Ну, очевидно, там, где всегда бывает хорошая погода. Или чаще всего бывает хорошая погода. Где она бывает? Ну, очевидно, надо ехать в Сахару, да? Там всегда хорошая погода. Поехали бы туда? Почему? На один день можно. А? Как на один день? Нет. Экспедиция за наблюдением солнечного затмения длится обычно месяц. Приезжают недели за три до затмения, устанавливают все, знакомятся с аборигенами, чтобы они не мешали. Тренируются много-много раз. Затмение длится несколько минут. Обычно 3-4, максимум 7 минут, но это фантастически редко. Обычно 3-4 минуты и за эти 3-4 минут надо много измерений провести, не ошибиться, все, не забыть. Поэтому идет тренировка за тренировкой. Один делает одно, другой другое, третий на часы смотрит и так далее. Так что за три недели надо приехать до затмения, а потом еще неделя идет на сворачивание всего этого дела, на упаковку. Так что месяц вы должны провести. Ну хорошо. Вообще говоря, да, вот здесь где-то погода обещает быть хорошей. Вот карта более детальная. Более того, продолжительность затмения, вот здесь показана продолжительность и та точка, где greatest eclipse, то есть длительность, максимальная длительность затмения, тоже попадает на Сахару. Но вопрос решен. Едем в Сахару. ни один бы современный астроном туда не поехал. И причин несколько. Ну, забыв про политические, что там часто всякие неприятности бывают с местным населением, во-первых, там нет гор, и вы будете с уровня Земли наблюдать. Это не очень хорошо. Атмосфера хоть и чистая, но толстая. Во-вторых, сильный ветер и песок. А еще бывают такие непредсказуемые вещи. Я хорошо помню одну экспедицию. Это где-то году в 69-м или 70-м она была. Поехали туда астрономы. Вот действительно вот здесь где-то проходило затмение. Поехали астрономы за три недели, поставили свои нелегкие приборы, установили. Ну, а песок, ветер, чтобы все это не повредил оптику, накрыли полиэтиленовыми такими чехлами. Через два дня смотрят, нет чехлов. Куда делись чехлы? Козы съели. Нет. Козы съели. Там настолько нечего есть, что местные козы лопают даже полиэтилен. После этого приборы довольно быстро стали засоряться песком. Ну, ладно, пронаблюдали затмение, тем не менее. А пока собирались, пленка и фотопластинки, они очень чувствительны к температуре. Ведь это химическая реакция фотоэмульсии происходит. При высокой температуре быстро нарастают шумы, и изображение становится... Надо быстро-быстро либо охлаждать, либо из пустыни убегать. В общем, приехали с очень плохим материалом. И больше никто в Сахару не поедет. А поехали астрономы в основном вот сюда, в Турцию, а некоторые и здесь даже, на грузинском побережье Черного моря. Но Турция была наиболее привлекательным местом и стабильной. Довольно хороший климат и политическая ситуация стабильная, там никаких эксцессов не бывает, редко бывает. И, в общем, вот здесь как раз наблюдали затмение. Смотрите, как не везет тем, кто наблюдает с поверхности земли. все-таки облака это большая проблема. Лунная тень бежит по поверхности чего? Облаков. Если вы там на земле, вы в этот момент затмения не увидите. У вас солнышко закрыто облаками. Какой выход? Подниматься надо облаками. Первым это сделал не к ночи помянут будь Менделеев. Менделеев летал на воздушном шаре, чтобы наблюдать солнечное. Не знали? Думали, он химик? Дмитрий Иванович Менделеев. Он, конечно, химик, но он еще был и астроном тоже. И он полетел на воздушном шаре и должен был пилот пилотировать воздушный шар. Но когда Менделеев туда залез, оказалось, что двоих воздушный шар не может поднять. Тогда Менделеев выбросил пилота и первый раз в жизни на воздушном шаре полетел сам и наблюдал солнечное затмение. Но это дело, конечно, опасное, потому что у него, он пишет, Менделеев, самое большое опасение было у меня не в том, что шар лопнет или там что-то случится, а в том, что когда я приземлюсь, а воздушный шар летит, куда ветер дует, неизвестно, куда приземлишься, мужики меня побьют, приняв за черта, спустившись. То есть в России 19 века это вполне реальная перспектива была. А кто-то знал про затмение. Надо лететь на самолете, надо лететь на самолете. Я вам скажу, наверняка, как человек, летавший на самолете с затмениями, это прекрасный способ их наблюдать. Я летал на небольшом самолете, когда облака полностью затянули территорию юг России, изотмение от Каспия до океана Тихого проходило по линии Бамова, по Сибири, и почти никто его не увидел, а мы за ним летели на самолете. Правда, самолет был не очень быстрый, Як-40, и он не поспевал за лунной тенью. Тень бежит по земле со скоростью, с какой скоростью? Полкилометра. Примерно полкилометра, а то и чуть быстрее. Если по экватору, то полкилометра, а не по экватору, там и 600, и 700 метров в секунду, это вдвое больше скорости звука. А самолеты гражданские у нас не летают быстрее звука, да? Или летают? А были самолеты гражданские, которые летали быстрее звука? «Конкорд». «Конкорд». Да, был такой. Был у нас Ту-144, но он недолго летал и перестал. А был довольно надежный самолет «Конкорд» англо-французского производства. Три скорости звука «Конкорда», но он рекламный такой был, чтобы показать какая-то крутая вещь, он был как раз за лунной тенью. И он летел два часа, и люди на борту два часа наблюдали полное солнечное затмение, чего никому никогда до этого и после этого не удавалось. Вот это интересно. Вот как видно затмение с Земли. Это как раз то самое 2006 года с побережья Турции. Корона. Кстати, корона глазом примерно так и видна. Вот это похоже на то, что вы глазом увидели бы. Область земной тени. Вы уже видите, что там тень кончается, и оттуда уже дневной свет пробивается. Ну, а тут почти ночь. И вот, пожалуйста, какие-то яркие объекты. Вот эти, как вы думаете, планеты или звезды? А эти? Ну и какие это планеты? А если подумать? Их всего две рядом с Солнцем. Ну, конечно, Меркурий и Венера. Редкая возможность. Вообще редкая возможность увидеть Меркурий. Как правило, его не видно. А тут одновременно и Солнце на небе, и Меркурий, и Венера. Значит, эклиптика проходит вот так. А эти объекты вдали от эклиптики, значит, это не планеты, а яркие звезды. Я, правда, не могу узнать созвездие, но надо было посмотреть по карте, а так я не узнаю. Вот так это видно с поверхности Земли. Да, Луна в перигея большая, в апогее, ее видимый размер маленький, ну, чуть меньше, и он, как правило, бывает меньше размера солнечного диска. Тогда полного затмения быть не может. И затмение бывает, как мы говорим, кольцеобразное. Ну, иногда говорят кольцевое, но вообще-то астрономы говорят кольцеобразное. Эйнювар, кольцеобразное затмение. Кому оно может быть интересно? Для тех, кто изучает солнечную корону, ну, нет, конечно, корона не видно. Эти области, фотосферы такие яркие, что небо остается таким голубоватым, и на его фоне корона вы не рассмотрите. Кому же это может быть интересно? А интересно? Интересно зафиксировать моменты времени, когда диск Луны касается солнечного диска. Четыре таких момента. Луна начинает наползать на диск. Первое касание, потом второе касание, когда она полностью оказывается на диске, потом третье касание, когда она, противоположная сторона Луны касается диска, ну, и четвертая, когда Луна сходит с солнечного диска. Зачем это нужно? А это позволяет теорию движения самой Луны уточнить. Эти моменты можно фиксировать с точностью до сотой доли секунды. Если аккуратно наблюдать, спокойно можно до сотой доли секунды. Это позволяет уточнять теорию движения Луны, которая очень и очень сложная. И до сих пор над ней работают. Полное затмение. Вот так выглядит. Видите, какая плохая фотография 20 века. Только внутренняя часть короны видна. А вот это да. Это даже еще более крутая, чем я вам показывал фотографии. Той же компанией сделаны Юферев и его друзья. Посмотрите, как далеко тянется. А перепад яркости колоссальный здесь. Вот что было в 20 веке доступно профессионалам. А вот что сегодня могут полупрофессиональные любители астрономии сделать. Это, конечно, прекрасная возможность для изучения морфологии, то есть внешнего вида и даже динамики короны. Потому что там довольно быстро все меняется. А это что такое? Это же карта Луны. Явно узнаем очертания морей. Но это же ночная сторона Луны. Кто же ее освещает? Земля. Правильно. Как это называется в астрономии? Пепельный свет Луны. Области ночного полушария, подсвеченные дневным полушарием Земли, мы называем пепельный свет Луны. Я надеюсь, все это видели. Когда молодая Луна, серпик яркий на закате. Как правило, на закате мы ее видим. Хотя на востоке тоже бывает. Но кто же просыпается так рано. А на закате мы обычно видим. А остальная, не освещенная Солнцем, сторона Луны, тоже проглядывает на фоне темного неба. Это пепельный свет. И вот движение Луны тоже хорошо замесло. Ну и вот ихняя же фотография. Смотрите, как они протянули корону до какого состояния. Уже звездное небо видно. То есть вот в этих областях выдержка такая, экспозиция такая длинная, что появились изображения звезд. И прекрасно видна корона. Вообще говоря, она тянется, конечно, еще дальше. И до Земли, и дальше. Но тут уже. И она теряет свою форму, и мы не в состоянии ее сфотографировать. Ну, замечательно. Просто фантастически хороший результат этой работы. Ну, это такая компания опытная. Они это умеют. Немногие в мире это умеют, кстати говоря. Я знаю только еще одну компанию австрийских астрономов, которые вот так же аккуратно умеют затмение снимать. И вот наши ребята тоже. Вы, наверное, помните историю, как Эйнштейн, когда свою теорию относительности создал в 16-м году, он искал возможности подтвердить ее справедливость. И у него был только один факт, который укладывался в теорию относительности, но противоречил ньютоновой механике. Это был факт движения Меркурия вокруг Солнца, перигелий. Ну, в общем, ориентация эллиптической орбиты Меркурия поворачивается не так, как эта теория относительности, не так, как ньютоновая теория предсказывает, но полностью совпадает с предсказанием теории относительности. Но это был только один факт. А Эйнштейн еще один факт предсказал, что если во время затмения наблюдать положение звезд на небе, не очень далеких, желательно поближе их обнаружить к диску Солнца, то вы заметите, как смещаются звезды в момент, когда их лучи проходят недалеко от массивного Солнца. То есть под действием притяжения к Солнцу меняется направление, вот, если это Солнце. Луч света отклоняется на небольшой угол, проходя рядом с солнечным диском. Угол очень маленький, даже если в притирочку к солнечному диску, около двух секунд угловых. Ну, то он измеримый, конечно, но попробуйте звезду увидеть рядом с солнечным диском. Даже в момент затмения корона не позволяет этого сделать. Ну, приходится ориентироваться по тем звездам, которые где-то вот на расстоянии хотя бы диаметра, полутора диаметра. Я даже не вижу тут ни одной звезды ближе одного диаметра. Ну, вот это самое близкое, наверное, да? На 9 часов он это видит. Где? А я не вижу. Там, буквально, ближе к Луне. Вот это? Ох, это, по-моему, все-таки корона, яркий луч какой-то. В общем, проблема достаточно сложная. И для выяснения провали теории относительности, в 16-м году, когда Эйнштейн это опубликовал, как раз было затмение солнечное. И организовали англичане и французы, там совместная экспедиция была, а затмение проходило по территории России тогда. И они вот-вот уж должны были к нам приехать, разрешение получили и измерить этот эффект. Если бы тогда они его измерили, то оказалось бы, что теория относительности неверна. Потому что Эйнштейн ошибся в вычислениях и в два раза занизил оценку поворота луча света рядом с Солнцем. Ну, просто ошибся человек, бывает же, ошибся. Но они и приехали. Началась Первая мировая война, и, в общем, вся эта катавасия их не пустили в Россию, там фронт проходил. И только в 20-м году, когда все это уже кончилось, там у нас гражданская война кончилась, в 20-м году впервые этот эффект измерили, а к тому времени Эйнштейн нашел свою ошибку, исправил ее, и результат измерений точно совпал с прогнозом теории относительности. Так что затмения поработали на авторитет Эйнштейна и его общей теории относительности. Есть лучи, в которых и между затмениями можно увидеть корону. Дело в том, что поверхность Солнца довольно холодная, а корона, ну вот в этих вот областях, нагрета намного сильнее, примерно до полутора миллионов градусов, а поверхность Солнца всего там 6 тысяч градусов. Поэтому, когда мы смотрим в жестком диапазоне, вот это жесткое рентгеновское излучение, почти гамма уже, вот там где-то на границе между рентгеном и гаммой, для нас солнечная поверхность — это просто холодное тело, ну или почти холодное, а прилегающая к нему корона, там хромосфера и корона, намного горячее, и оттуда идут рентгеновские кванты. И вот, в общем, между затмениями вполне можем внутренние части короны наблюдать, но только вот в рентгеновском диапазоне, а в оптике нет, это невозможно. Условия наступления затмений. Почему они редко происходят? Ну, потому что лунная орбита наклонена к эклиптике. Если бы она не была наклонена, у нас бы каждый месяц было солнечное затмение, а через две недели — лунное. Такого не бывает. В год бывает пара солнечных, пара лунных затмений, ну, редко-редко три. Из-за этих самых пяти градусов. Видимый диаметр луны — полградуса, а когда она отходит на несколько градусов, конечно, она проходит мимо солнечного диска, который тоже полградуса имеет размер. Вычисление условий затмения — довольно простая геометрическая задача. Где и как, насколько близко должны сойтись на небе Солнце и Луна, чтобы произошло затмение? Это, по-моему, в учебнике аккуратно расписано. Ну, просто знаете, это как... А, это лунное затмение. Земная тень, там примерно полтора градуса, лунная, лунный диск. Чтобы они хотя бы коснулись друг друга, надо, чтобы оба они оказались вблизи узла орбиты, то есть там, где они формально сойтись могут. Это не ближе, чем в пяти градусах. А, нет, пять градусов — это наклон. А не ближе, чем в скольки там получается? Пять градусов, тут примерно один градус. Ну, посчитайте этот треугольник, вот этот катет. Ну, или эту гипотенузу, что все равно. И получается, что земная тень в районе узла орбиты проводит 21,5 день. То есть она идет, проходит через узел и дальше уходит вдаль от него. А период Луны — 27 дней. Так что Луна спокойно может не попадать в этот момент сюда же. И лунные затмения, поэтому, довольно редко происходят. Наблюдение солнечных затмений — такая же геометрия. Солнечные и лунные диски должны сойтись в районе пересечения, в районе узла лунной орбиты, пересечения с эклиптикой. Посчитайте. Здесь они проводят 34 дня, а у Луны — 27 дней. Путь так, что она туда непременно может попасть. Древние люди не могли так аккуратно рассчитывать обстоятельства затмений, но у них была возможность прогнозировать затмения, опираясь на предыдущие наблюдения. Вот я тут выписал с 5 по 12 год солнечные и лунные затмения, которые происходили по месяцам года, от января до декабря. Вот они тут, как правило, сопровождают друг друга. Почему? Ну, раз Солнце и Луна встретились в районе узла орбиты лунной, то через две недели Луна окажется в районе другого узла, а Солнышко сдвинется не сильно, оно же медленно идет по эклиптике, и земная тень может накрыть Луну. Так что, как правило, они сопровождают друг друга солнечное, а через две недели обязательно, или почти обязательно, будет лунное затмение. А этот сдвиг по месяцам от чего происходит? Вспомните, вначале я говорил, чего там с лунной орбитой происходит? Она перемещается довольно быстро. Узлы орбиты лунной сами с периодом 18 лет полный круг совершают. За узлом, видите, не так легко угнаться. Поэтому перемещается по сезонам года время, когда происходит затмение. Ну и теперь давайте сделаем прогноз. Вот вы древний астроном. Ну, солнечные затмения, конечно, редкая штука, и их мало кто наблюдал, и в древности тем более. А лунные легко наблюдать. В Греции там вообще погода всегда хорошая, если лунное затмение ночью происходит, греческий Архимед какой-нибудь их наблюдал. И вот он такую таблицу нарисовал. И теперь его задача на 12-й год сделать прогноз. В какой месяц или в какие месяцы произойдет лунное затмение? Ну, скажите, в какие? Январь, фираль, март, апрель. В мае? В мае? И? И где-нибудь в районе октября, да? Ну, может быть, ноября. Давайте проверим. Получается, да. Правда, лунная зависла тут, вот, все еще в июне, да? Где-то в конце июня. А тут мы попали в начало ноября. Вот такой простой прогноз. Достаточно было 10 лет наблюдать небо, и потом вы становились бы совершенно незаменимым человеком, который мог бы, представляете, в Древней Греции сказать, а вот через две недели будет лунное затмение. И вдруг оно совершается. У вас авторитет был бы. Кто заработал самый большой авторитет на прогнозе лунного затмения? Ну-ка вспомните. Это история. Колумб, конечно. Когда Колумб приплыл в Америку, запасы продовольствия на кораблях заканчивались, и он попросил аборигенов подбросить питание. Все сказали, нет, уплывайте обратно. И тогда Колумб сказал, ах так, а у него уже был астрономический календарь, примитивный, но лунное затмение с древнегреческих времен точно прогнозируется. Он сказал, а завтра я отниму у вас луну. И действительно, началось затмение, луна исчезла, аборигены взмолились, сказали, верните нам луну. Колумб смилостивился, сказал, ладно, если накормите. После этого у него проблем с продуктами не было. Вот повезло человеку, что он изучал астрономию. САРОС это длительный период, собственно, понятно, 18 лет с небольшим, в течение которого полный оборот узлов лунной орбиты происходит. И за это время восстанавливается ситуация. На место приходят узлы лунной орбиты и практически повторяется последовательность солнечных и лунных затмений. Поэтому, пронаблюдав 18 лет лунные и солнечные затмения, потом можно довольно четко их уже прогнозировать на будущее. Правда, с лунными, опять же, история простая, а вот со солнечными не совсем простая. Потому что прогноз этот говорит о том, что затмение будет. Но будет ли оно там, где вы живете, это проблема. потому что Земля вращается, сутки Земли не совпадают с годичным движением по орбите. И каждый раз Земля смещается примерно на 120 градусов относительно тени текущего затмения. И вот это, конечно, была проблема всегда. Где найти прогнозы затмений? Вот два справочника. Если дело касается вот этих лет, то самое лучшее, что вы можете узнать о затмениях, это Олег Угольников, наш выпускник. Чего? Ну да. Некоторые с ним знакомы. Наш выпускник прекрасную книжку написал. Мы его просили продолжить это дело дальше, но он сказал, нет, теперь в сети все уже есть, бумажную книгу никто читать не будет. Он не прав. Бумажные книги все еще в ходу. А в этом справочнике вы найдете до 30-го года обстоятельства всех солнечных и лунных затмений. Так что, если вдруг нет интернета, мало ли что, а здесь у вас в бумаге все это есть. До 30-го года дальше я не считал, потому что это справочник уже много лет я делаю, хоть он Куликовский называется, но после 30-го года кто-нибудь это сделает вместо меня. Так что, тут все обстоятельства затмений есть. О затмениях поговорили, теперь о покрытиях, а потом о прохождениях. Теперь о покрытиях. Покрытие Луной чего-либо довольно полезное дело, особенно покрытие звезд. Мы в Гаише этим делом промышляем и уже много лет наблюдаем, как лунный диск ту или иную звезду покрывает своим краешком. Конечно, не ярким. Обычно смотрим тем краешком, на котором сейчас ночь. То есть, фаза Луны какая-то там такая, первая четверть или не совсем полный диск, так, чтобы темный край Луны наползал на звездочку, чтобы он нам своим светом не мешал, а просто выключал звезду. Зачем? А он ее не просто выключает, а это дает возможность измерить размер, угловой размер звезды. И очень точно. Прогноз, который нам физика дает, он выглядит вот так. Как будет меняться яркость звезды, которую непрозрачный экран заслоняет. Смотрите, была-была звезда, потом начинаются колебания, когда наползает на нее экран, потом она даже ярче становится. Вот надо же, парадокс какой, мы ее наполовину прикрыли, она ярче стала. Ну, а потом все, выключается звезда. Это явление дифракции. То есть, огибание светом края непрозрачного экрана, препятствия какого-то. Вот удивительное дело, что даже ярче. Это теория о точке, это вот наблюдения, которые в Гаише были сделаны. И, сопоставляя разные теоретические вычисления с наблюдениями, можно сказать, каков был угловой размер звезды. Точность измерений потрясающая. Три тысячных угловой секунды. Конечно, никак в жизни мы диск звезды в телескоп не увидим. Для этого нужен был бы космический телескоп размером в 100 метров. А, оказывается, измерить можно, если вот так аккуратненько закрыть Луной. А она бродит довольно широко. если бы Луна ходила по эклиптике, то она закрывала бы только полосочку вдоль эклиптики шириной в полградуса. Но у Луны же, у Лунной орбиты есть наклон 5 туда, 5 сюда, 5,5, 5,5, 11 градусов вдоль эклиптики. Вот такую полосу Луна посещает время от времени. Орбита ее крутится. Спасибо ей за это и Луна. Мы можем встретить ее на расстоянии плюс-минус 5,5 градусов от эклиптики. Это довольно широкая полоса на небе, и те звезды, которые в эту полосу попадают, изучены очень детально. Их размеры измерены благодаря этому эффекту покрытия Луной. В Гаишу это поставлено на поток, и это одна из таких традиционных работ, которые наши астрономы Евгений Трунковский особенно проявил, что делают. Это полезно. К сожалению, Луна дальше не уходит от эклиптики. Все звезды, которые за пределами 5,5 градусов от эклиптики, такого вот нет. Но можно, вообще говоря, устроить какой-нибудь полет космического аппарата так, чтобы он видел Луну под другим углом от эклиптики. Или искусственный экран сделать. Пока никто не делал, но в принципе можно. Или планету какую-нибудь на этот счет использовать. Подлетел к Марсу, летаешь вокруг Марса, и его диск закрывает звезды в других областях неба. Так что это перспективное направление работы. С такой точностью измерять размеры звезд очень полезно. Прохождение. Значит, для нас, обитателей Земли, только два небесных объекта могут на фоне Солнца оказаться, Меркурия и Венера. И то, и другое интересно, особенно прохождение Венеры. Дело в том, что в 17 веке поняли, что это может помочь измерить все расстояния в Солнечной системе. Вообще говоря, можно было бы попытаться измерить параллакс Солнца, просто наблюдая из разных точек Земли. Но Солнце очень неудобный объект. Он неточечный, на него смотреть трудно, он большой, непонятно, какую часть его измерять. А параллакс очень маленький, какие-то угловые секунды для разных наблюдений, для разных наблюдателей в разных точках Земли. Очень маленькое смещение Солнечного. Да и на фоне чего вы будете наблюдать Солнечный диск? На фоне чего? А ничего. Он такой яркий, что за ним вы ничего звездного неба не видите. Так что параллакс Солнца, то есть расстояние Земли от Солнца, было очень плохо известно, с огромной ошибкой. Хотелось уточнить, потому что потом все остальные расстояния в Солнечной системе стали бы такими же точными. В этом нам помогает какой закон Кеплера? Зная размер земной орбиты, узнать размеры всех остальных орбит. Третий закон Кеплера, конечно, по периодам обращения мы можем относительные размеры орбит. Только надо было бы хотя бы одну орбиту точно измерить ее диаметр, то есть расстояние от Солнца. И вот первый человек, который взялся за это, Джереми Хоррад. Он, основываясь на вычислениях Кеплера еще, ожидал, что будет прохождение Венеры на фоне солнечного диска вот в этом далеком 39-м году 17-го века. Представляете, на всем земном шаре он один только был озабочен этим наблюдением. Но не он один, правда. Рядом с ним еще жил товарищ, которого он тоже уговорил. И вот они вдвоем наблюдали прохождение Венеры. Два человека. Мне особенно вот эта картина нравится. Вот в таких условиях работают астрономы. Семья, дети плачут. Они наукой занимаются. И оба они наблюдали, но, к сожалению, они просто видели сам факт. Для них важен был факт, насколько прогноз Кеплера оказался точным. И это явление произошло в назначенный срок. И оно произошло в несколько минут. Ошибка была. В общем, это было доказательство, что Кеплер правильную теорию движения планет построил. Но для измерения расстояний в Солнечной системе это еще было недостаточно. Но потом придумали, как это сделать. Потом придумали. Один человек где-нибудь в северном полушарии Земли, другой в южном. И для каждого из них Венера будет проходить по диску Солнца по своей траектории. Мы же наблюдаем из разных точек. Может, где-то у меня картинка была. Сейчас найду ее. А, Один наблюдатель на Земле здесь, другой здесь. И проекция Венеры на солнечный диск будет двигаться по одной траектории или по другой траектории. И угол это и есть параллакс Венеры для земного наблюдателя. Как же измерить этот угол? Ведь каждый наблюдатель видит только одну траекторию Венеры по Солнцу. Одновременно-то невозможно наблюдать. Они в разных частях земного шара. А как? Это же круг окружности. если измерить эту хорду и эту хорду все уже достаточно чтобы найти вот это расстояние. Правильно? А как измерить эти хорды? Что для этого? По времени прохождения. Правильно? Хороших часов в ту эпоху еще не было. Морской хронометр еще не изобрели. Но прохождение длится недолго. Всего порядка часа. Чуть больше. И для этого годились и плохие часы. У которых сильный ход, ошибка, но в течение часа даже плохие маятниковые часы не сильно ошибаются. И задача была астрономов в разные точки земного шара послать, и чтобы каждый из них просто моменты касания вот этого и этого отмечал. И время прохождения Венеры каждая экспедиция должна. И все, тогда можно было бы вот эти углы измерить и параллакс Венеры был бы известен. Именно за этой целью в кругосветное путешествие отправился небезызвестный Кук. Помните? Которого аборигены съели потом. Не помните? Капитан Кук английский. Не знаете эту историю? Слышали про Кука? Так вот его кругосветка была связана как раз с тем, что его в океанию послали туда в южное полушарие наблюдать прохождение Венеры. Он наблюдал, но потом его съели. Но не всех съели, экспедиция вернулась и результаты были получены. И тогда это впервые удалось измерить параллакс Венеры, то есть расстояние от Земли до Венеры и все, был масштаб. Дальше уже вся солнечная система стала понятна ее размер. Еще одно открытие связанное с прохождением Венеры на фоне солнечного диска сделал наш дорогой Михаил Васильевич Ломоносов. Как он это сделал, одному богу известно, но он это сделал. Он открыл у Венеры атмосферу. Именно тогда, когда Кук поплыл и все разбежались по земному шару астрономы поехали в экспедиции, чтобы наблюдать параллакс Венеры, Ломоносов никуда не поехал. Он был уже старенький, больной, в экспедицию ему не хотелось, и он сидел у себя в Питере, открыл окошко, в маленький телескопчик смотрел, как Венера проходит на фоне солнечного диска. И заметил, что когда диск Венеры на краю солнечного диска написал «пупырь наблюдается на фоне солнца», и правильно это дело интерпретировал. Большая проблема в том, что никому потом глазом не удавалось это увидеть. Это очень слабый эффект. И как это удалось Ломоносову, один бог знает. То ли интуиция сработала, то ли что он опубликовал, и все, за ним закрепилось открытие атмосферы Венеры. И вообще теперь называется метод Ломоносова. Вот из его статьи все четко показано. Теперь мы этот метод используем для исследования планет у других звезд, экзопланет. Там родная звезда просвечивает атмосферу планеты, и в спектре звезды появляются линии химических элементов, которые тут в атмосфере планеты. Это замечательный метод, и он во всем мире называется методом Ломоносова. Только неизвестно, как же Ломоносов сам это увидит. Да, у Венеры есть атмосфера, есть, теперь-то мы знаем, что она есть. Но в те годы, даже в 19 веке, вот фотографии были жуткие от прохождения Венеры 19 века, оно редко случается, примерно раз в 100 лет. Кто не видел, тот уже второй раз в жизни не имеет шанса увидеть. Когда в конце 19 века было прохождение, вот в 1982 году, товарищ Харкнесс писал, что в следующий раз оно будет только в начале 21 века, и Бог его знает, какой тогда будет наука. И он оказался совершенно прав. Даже представить себе невозможно было, какой станет наука теперь. Вот были два прохождения Венеры по Солнцу в 4 году и в 12. Теперь может не ожидать его. Следующее будет уже в 22 веке. Но теперь-то у нас техника ой-ой-ой какая. И мы фотографируем в настоящие солнечные телескопы. Вот Венера, вот солнечный диск. И уже можем наблюдать эффект Ломоносова, когда Венера приближается к краю солнечного диска. И вот этот эффект. Он сфотографирован самым продвинутым солнечным телескопом. Это вакуумный солнечный телескоп шведский на острове Ла Пальма. Да еще усилен контраст яркости. Видна тут рамочка, в которой контраст усилен. И только тогда с трудом удается заметить эффект Ломоносова. Как это удалось самому Ломоносову, глядя в малюсенький телескопчик, престарелыми глазами, это фантастика. Либо просто интуиция подсказала, либо он действительно увидел. Я помню, в фильме видел, что он проецировал селеспособную бумажку, то есть эта бумажка не была равна. Нет, это неправда, потому что в его статье описано, как он смотрел. Он смотрел сквозь закопченное на свечке стекло, правильно совершенно, светофильтр отличный получается. Закоптив над свечкой стекло, вы получаете хороший нейтральный светофильтр. Но увидеть вот это без хорошего вакуумного телескопа диаметром в полтора метра. Это практически невероятно. Но Ломоносов есть Ломоносов. Поэтому университет так и называется именем Ломоносова, что он великий человек. Все, на сегодня хватит.